Доброе утро! Друзья, приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели и по совместительству еще с заключительных торгах. Впереди выходные, у нас настроение должно быть соответствующим, хорошим, потому что эта неделя явно оказалась результативной, поскольку мы дождались того самого обвала по нефти, на который делали ставку очень давно и дождались поддержки для американца. Ну, честно говоря, не хочется, конечно же, накаркать, как говорится, но сегодня у нас есть еще один повод, точнее два повода, если рассмотреть в отдельности для перспектив доллара и нефти, способные еще больше усилить текущие тренды, ну и порадовать нас, как спекулянтов, которые верят в определенное развитие событий. О чем идет речь? Это, конечно же, Non-Farm Perils, публикация количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, динамика в целом по рынку труда, динамика по росту и изменению ситуации на рынке заработных плат, ну и отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов, он, по сути, будет замыкать сегодняшнюю торговую сессию в 21.00 по московскому времени. Как я уже говорил, у нас нет ни малейшего повода сейчас не верить в то, что количество терминалов только вырастет, а, соответственно, будет локальный фактор давления на котировки черного золота и, соответственно, такой же фактор давления, который мы будем использовать в начале торгов уже в следующей неделе. Обо всем давайте подробнее. Начнем мы сегодня, как и всегда, с нефти. В среду мы помним то, что котировки порадовали нас снижением больше, чем на 5%. Суперски, конечно же, сложилась ситуация, потому что, наконец-таки, мы увидели, что значит крепкие медвежьи ожидания, связанные с снижением оптимизма по поводу того, что ближневосточный картель в содружестве с другими регионами сможет решить проблему с перенасыщением. Но да, есть такое понятие, как энергетический пакт. Он, в принципе, уже стал причиной серьезного роста котировок нефти. Если вспомнить вообще, где была нефть до заключения этого соглашения, и вспомнить то, что Brent претендовал на закрепление выше 57. Но на одном и том же фундаменте, позитиве, конечно же, долго ехать не получится. Особенно, если этот позитив не такой уж и влиятельный на перспективы энергоресурсов. В клоус вчерашнего дня по бренду 52.46 минимальное значение было даже еще ниже. 51.50. Я бы уже поверил, что при таком развитии событий, при такой динамике, которая наблюдалась, мы сможем вообще добраться до полтинника. Но это было бы, конечно же, слишком, потому что 10% потери за 2 дня – это много. Даже мы, рассчитывающие трейдеры на то, что снижение будет еще более существенным, понимаем то, что на прохождение такой дистанции потребуется больше времени. Но самое главное, чтобы рынок не развернулся, а то, сколько он будет терять за день, полпроцента процента в перспективе ближайших недель – это особо, скажем, не болезненная и не очень интересная тема. Важно то, чтобы снижение продолжалось. И это снижение завело наш любимый бренд в район 50 долларов за баррель. Причины, по которым нефть обвалилась. Я надеюсь, что эта причина связана не с каким-то инсайдом, который не является общедоступным для большинства трейдеров. Я связываю это не с какой-то активной позиции отдельных влиятельных игроков, хедж-фондов, которые, опять же, начали свою спекулятивную, понятную только им игру. Я допускаю и хочу верить в то, что снижение нефти полностью сопряжено, опять же, с тем фундаментом, который публиковался в последней неделе. Накапливался и вот сейчас разразился в ту самую коррекцию, которую мы наблюдаем. Это фундамент, связанный с тем, что США уже воспринимается всеми, без исключения, трейдерами, которые специализируются на торговле нефти, в качестве основной, скажем, угрозы для стабильности конъюнктуры, ценовой для всего рынка углеводородов. Потому что какой бы отчет мы с вами не анализировали, это свидетельство роста запасов, увеличение добычи и так далее. Вот, собственно, особая разгрузка, основная, с параллельным ростом значительной волатильности, последовала за публикацией данных от Минэнерго по запасам. Вы помните то, что они выросли на 8,6 миллионов уже девятую неделю подряд. Параллельно вышел отчет по уровню добычи нефти в Штатах. Снова прирост больше, чем на 30 тысяч. Соответственно, мы уже можем говорить о том, что объем добычи в Штатах находится на максимальной отметке за последний год, 9 выше 9,05. Объем добычи будет расти. Я думаю, то, что мы не грамма не будем заблуждаться, если позволим себе рассмотреть возможность роста добычи до показателей выше, чем по прогнозу Министерства энергетики США. Потому что рост числа нефтяных терминалов, уверен то, что в этот раз, то есть сегодня вечерком, мы с вами будем уже говорить, точнее увидим в экономических календарях, а в понедельник обсудим. Количество терминалов будет уже не меньше, чем 615 штук. Это еще один буст для роста добычи, поэтому я полагаю, что при таких темпах количество производимой нефти к концу 2017 года в Штатах может перевалить за 9,4 миллиона. И возможный рост даже до десятки уже в 2018 году при неизменности текущего тренда. Почему я в этом абсолютно уверен? Потому что уже те технологии, которые используются, вывели рентабельность фланцевого бизнеса, если сравнивать с котировками, на уровень в 35 долларов за баррель. То есть, если цены выше этого рубежа, бизнес приносит прибыль. Соответственно, количество платформ и терминалов будет расти. Мы будем констатировать с вами и дальше из недели в неделю эту динамику. Не думаю, что сейчас глобальному пакту, соглашению удастся снова перетянуть все дело на себя, потому что, в принципе, уже все, что можно было выжать из этого соглашения, рынок выжил. Первые полгодия не то чтобы заканчиваются, но уже полномерно движутся к своему концу. Мы уже подходим к завершению первого квартала, соответственно, с 2017 года и помним то, что основные, собственно, участники этой сделки, этого соглашения уже сообщили о том, что вряд ли поддержат идею продления действия соглашения за первое полгодие 2017 года. В принципе, точно такую же позицию отметил даже Бирканда, который, в принципе, является лидером мнения всего ближневосточного картеля, поскольку занимает должность генерального секретаря. По бренду увидим цены еще ниже. Нам нужно увидеть значение 50 долларов за пару, чтобы параллельно объяснить возможность девальвации рубля против американцев выше 60. Хотя, в принципе, пара уже находится в одном шаге от этого уровня. Мы с вами ждали движения выше 59, потому что иначе при текущей ситуации на рынке нефти мы не могли, в принципе, наблюдать другого развития событий. 60 – это вопрос ближайших, самых ближайших дней. Возможно, сегодня, к концу дня, пара будет претендовать на закрепление, опять же, рядом с этой отметкой. Остается несколько десятков копеек, скажем так. При сохранении понижательного тренда на рынке нефти и при подхвате, собственно, динамики следующей недели будем уже отметить в район 62-63. Евро против американца. Европейская валюта, безусловно, главный, фундаментальный герой прошлой торговой сессии, потому что стоит отметить важнейшие события дня – это заседание Европейского Центрального Банка, это событие, которое было в центре внимания трейдеров. Как и ожидалось, ЕЦБ приняло решение сохранить основные параметры денежно-крифтной политики без изменений. Отметив и, собственно, обозначив целесообразность также и продления действий программы количественного смягчения, ну то есть не продления, а просто еще один акцент на то, что эта программа как часть беспрецедентных мер экономического стимулирования жизни, необходима для всей еврозоны, и пока выходить из нее никто не собирается. В условиях, собственно, довольно низкой инфляции, если брать в расчет базовые показатели, в условиях довольно скромных показателей экономического роста, ставка рефинансирования 0%, по депозитам минус 0,4%. Кто-то может сказать, что ведь картина в плане роста инфляции улучшается, основной инфляции потребительских цен растет и, в конечном счете, это может привести к параллельному росту базовой инфляции. Но я не хочу, скажем, крыть ваше мнение своим подходом и своей позиции, я просто цитирую по сути то, что было отмечено от Драги, которую возглавляет европейский регулятор, то, что еврозона испытывает сейчас очень много трудностей макроэкономического порядка, и прогресс, который был показан, в том числе инфляцией в последнее время, он, да, присутствует, но нет уверенности, что вот эта восстановительная тенденция будет сохранена дальше, потому что на повестке вообще всего валютного блока в плане основных инфоповодов серьезные политические риски, выборы в Франции, в Германии, в Нидерландах, и это все, собственно, у нас в самом прямом смысле ближайшие недели. Об этой теме мы будем с вами говорить, думаю, что уже со следующей недели снова вернемся к основной позиции определения движения евро, отталкиваясь от политических факторов, и будем, собственно, ими объяснять, почему евро должно оставаться под давлением. Также хочу отметить, что риторика Европейского Центрального Банка, она, в принципе, ни грамма не изменилась, классические традиционные фразы-клише о том, что низкие процентные ставки будут актуальны в течение более длительного периода времени, то, что европейская программа количественного смягчения, ну, сейчас в рамках этого месяца она будет еще на уровне 80 миллиардов евро, которые идут на покупку облигаций, с апреля скорректирована она будет до 60, и сроки, в принципе, сохранены до декабря 2017 года. Но Драги отметил то, что при ухудшении картины ИЦБ готов рассмотреть возможность использования других инструментов, либо даже смягчения экономической политики. А вот о чем и речи быть не может, это об ужесточении монетарной политики, либо в выходе из той же самой программы количественного смягчения. Вот на вопросы, которые последовали после конференции, в принципе, которые касались этой темы Драги, был довольно категоричен и отметил то, что возможность ужесточения монетарной политики, оно даже не было на повестке обсуждения, собственно, всех монетарных властей. Евро будет оставаться под прессом, я в этом не сомневаюсь, жалко только, что вчера мы не увидели закрепление пары ниже отметки 1,05, но, возможно, трейдеры решили пока подкупить евро, поскольку услышали от Драги улучшение прогнозов по экономическому восстановлению и по росту инфляции. Но мы знаем то, что эти прогнозы очень быстро могут быть скорректированы в зависимости от новых экономических реалий. Поэтому в отношении валютного блока я бы сейчас не стал использовать прогнозы как возможность оправдания того, что евро будет расти. Евро не будет расти. И достаточно оценить системную картину долгосрочно, чтобы понять, что снижение ниже отметки 1,05 – это только вопрос времени. Но в этом никто не сомневается. Доллар японской иена растет. Сейчас котировки 115-20, рост будет продолжен. Растут доходности американских трежерис, растет индекс доллара. Десятилетки у нас сейчас торгуются на отметке 2,6%. Это лучшее значение с декабря. Двухлетки лучшее значение с 2009 года. Данные по EDP стали причиной роста вероятности повышения процентной ставки 15 марта чуть ли не выше 90%. Банки все – Bank of America, Morgan Stanley, Barclay, Citi, Deutsche Bank – считают, что под скорым временем повышение ставок, как было отмечено Еленд, нужно подразумевать уже в март. И то, что мы действительно уже на следующей неделе можем дождаться и получить еще больше стимул для роста американцев. Также никто не сомневается из этих банков, что по итогам сегодняшнего отчета Non-Farm Perils, который будет опубликован в 16.30, мы увидим прирост новых рабочих мест свыше 180-190 тысяч. Это также мой консенсус прогноз. Считаю, что это оправленная цифра. Условия для этого есть подходящие, есть даже признаки, по которым мы уже можем говорить о столь сильных ожиданиях и возможности увидеть реально эти цифры. Это NZP, заявки на посоль по изработице вчера, собственно, 243 тысячи против прошлого 223 тысячи. Чуть хуже, чем недели ранее, но все равно вы понимаете, что это лучшая статистика за последние, можно сказать, 45 лет. И тренд, я думаю, что уже ничто не может сломать. То есть рынок труда уже близок к цели по занятости, а можно даже уже говорить на уровне максимальной занятости, исходя из экономически активного населения и ресурсов, которые присутствуют на рынке. То есть сейчас больше нужно смотреть на инфляцию, а по инфляции мы также уже получили достаточно поводов, то что цель практически достигнута и лучше бы не допустить дальнейшего роста, выхода за пределы 2%. Поэтому ставку нужно повышать, это оправдано, так даже как экономически оправданно сохранить экономические стимулы в рамках ЕЦБ. Поэтому доллары мы с вами продолжаем покупать. Наша цель максимум 120 йен против американца. Сейчас скотируемся выше 115, уверен, что пойдем дальше. USDCAD наша цель с вами выполнена. 1.35 можете на свой страх и риск, если верите, что пара пойдет еще на более высокие сопротивления, поддержать этот актив, я все-таки допускаю то, что в ближайшие дни мы можем увидеть и коррекцию по рынку нефти, прежде чем двинуть еще ниже. Это станет причиной отката по канадцам. Но если опять же может быть провести более объективный анализ, то конечно же USDCAD сейчас имеет импульс для того, чтобы продолжить это восходящее движение как минимум к отметке 1.37. И этот импульс связан с сильным долларом, снижением нефти. И вот в частности сегодня в 16.30, помимо публикации данных по рынку труда США, выйдет еще и аналогичная статистика по Канаде. По ожиданиям, по прогнозам, по содержанию экономического календаря видно то, что особо хорошая цифра никто не ждет. Соответственно слабая статистика еще один признак активизации давления на канадцы и параллельно покупок доллара. Но я принял решение все-таки довольствоваться целью 1.35 и также в ожидательную позицию показаниям, ну по крайней мере до следующей недели. Фонд у нас достиг нового 7-недельного минимума. Сегодня давление на британцев может быть усилено, поскольку в 12.30 через несколько часов выйдут данные по промышленному производству. Прогноз очень слабый, спад в месячном выражении на минус 0,4%. Еще нас ждут обновленные прогнозы по инфляции. Также не сомневаюсь, что инфляция будет зафиксирована на более высоких значениях, чем планировалось и предпогалось ранее. А рост инфляции и выход за пределы цели в 2% это то, что как уже было отмечено и Карни, и в целом всем британским регуляторам станет причиной более низких значений активности потребителей и слабых ВВП. соответственно фонд на этом фоне может продолжить затяжной нисходящий тренд и в принципе претендовать уже на движение программной поддержки 1.20. Я еще раз говорю то, что после того разочарования, которое имело место в быте, в частности и на моем депозите из-за преждевременных продаж фонта, несколько обиделся на него. Поэтому пока просто стараюсь оценивать фундамент, рассказывать вам о всем интересном, но им не торгую. Ну и по австралийцу и новозеландцу все у нас без изменений. Мы понимаем то, что эти активы будут находиться и дальше под прессом американца, соперничать с ним просто вообще никак невозможно. Американский фондовый рынок держит длинные позиции, а золото у нас между прочим очень интересный инструмент, потому что мы уже пробили поддержку 1.200 долларов за тройскую омсу. Чтобы перекрыть прошлый убыток, нужно, чтобы и выйти в хороший профиль, чтобы этот актив просил еще сильнее, к 1180 как минимум. Но если мы доберемся до этого уровня, и золото снова станет лично для меня дружеским инструментом, который в этом году приносит профиль. Золото будет находиться под давлением, совершенно очевидный факт, не просто так этот актив уже валится, поскольку он лишился всех прошлых преимущества. И если раньше мы боялись форсировать события с продажами, полагая то, что и доллар неактивно растет, то сейчас американец находится в стадии роста, и эта восходящая динамика будет как спираль раскручиваться дальше. Рост доллара окажет давление на срывы активы, кстати, не только на, собственно, золото, но и на коллегу, скажем, золото, черное золото и нефть тоже, как сырьевой инструмент. Из важных событий сегодняшнего дня. Non-farm perils, мы ждем их в 16.30, в 16.30, также статистика по рынку труда Канады в 21.00, отчет Baker Hughes по количеству нефтильных терминалов. Кодовое слово на сегодня. Пятница, величина бонуса на пополнение в 12%, действует этот бонус до понедельника, то есть до нашего утреннего брифинга, который состоится в 9.30 по Москве. Осталось пожелать вам хорошей торговой сессии, готовьтесь к высокой волатильности, в связи с этим, пожалуйста, контролируйте, как и всегда, риски, надеясь, что это первое правило, постулат, которым вы руководствуетесь, поскольку каждый брифинг я делаю на это акцент. Замечательных, хороших вам выходных, ни в коем случае не растеряйте положительный, позитивный настрой, потому что на следующей неделе мы с вами переключаемся на ФРС и решение по ставке, то ли еще будет по росту доллара. В общем, ждем. Всего доброго, до свидания.